Всем привет, друзья! Добро пожаловать в виртуальную реальность. Нам дают возможность, в первую очередь, завоевать турнирное снаряжение бесплатно. Новость была выкачана 25 января. Акция называется «Турнирные выходные». Суть акции в том, что за определенное количество побед ты можешь получить турнирное снаряжение сет полный, то есть ботинки, перчатки, шлема и броник, просто побеждая в быстрой игре в режимах блиц, подрыв и захват. За одну победу дают сет брони на 10 дней, за 25 побед на месяц дают, и за 60 побед, если успеете, то можете получить турнирный сет снаряжения навсегда. Акция по времени ограничена, и она завершится в 15.00.31 января по Москве. Прежде чем начнем, хочу порекомендовать канал «Автопэшн». Да, немного зрителей, но каждая трансляция – это раздача пин-кодов, каждый видос – это розыгрыш каких-то реально ценных призов, либо кредитов. Трансляции, видосы, конкурсы, раздача пинов. Аудитория пока небольшая, поэтому шансы что-то урвать нереально велики. Ссылка на канал будет в описании. Переходите, смотрите, участвуйте в акциях. Всем удачи! «Автопэшн» – удачи в развитии. Я не обращал, если честно, особого внимания на турнирное снаряжение, потому что у меня на складе достаточно шмота для того, чтобы играть комфортно, не заморачиваясь по поводу турнирной какой-то там амуниции. И решил, в общем, я сделать выпуск, но не о том, что «вот, смотрите, акция, можно получить халяву» и так далее. Мне бы хотелось, наоборот, выяснить, насколько актуальна эта броня и снаряжение, в общем, турнирная амуниция, на сегодняшний день в наших реалиях. Для чего, в первую очередь, обычным игрокам, типа меня, нет турнирных ребят, которые играют просто на РМ, на пабликах, там, ПВЕшках, для какого режима, где и что. Будет интересно поиграть с этой амуницией, будет ли она полезна или нет. Но, в общем, хочу выяснить, есть ли альтернатива. Альтернатива и, самое главное, есть ли смысл задротить 60 побед, что для меня лично, ну, блин, сложноватая задача, если честно. 60 побед не просто игр, а именно побед. По времени это, блин, ну, наверное, для меня безвылазно сидеть в течение всех этих дней. Осталось сегодня-завтра и послезавтра до трёх часов дня. Есть на канале сбор видео по поводу снаряги и оружия, годного для РМ. Но дело в том, что спустя, ну, наверное, сезон или два, эти видео стали неактуальны для РМ 2.0, потому что требования к амуниции изменились, к оружию изменились. И, в общем, инвентарь теперь немножко другой нужен. Наверное, имеет смысл сделать новую серию выпусков для каждого класса, в которой можно будет рассказать варианты шмота, которые я считаю актуальными на РМ 2.0. В общем, смотрите, следующая новость, которая была 28-го вчера, января, опубликована, это скоро в игре улучшение амуниции. В будущем обновлении нас ждёт улучшение игровой амуниции, в частности, турнирного снаряжения. Прибавят статы к каждой части амуниции, турнирного снаряжения, в общем. Вообще, к турнирному снаряжению я относился довольно холодно, и мало чего интересного я там увидел, за исключением каких-то отдельных вариантов для отдельных классов. Итак, это не окончательный вариант, будет ещё проводиться тестирование, будут, скорее всего, консультироваться ещё и с киберкотлетами, которые непосредственно юзают всё это шматьё. В общем, на данный момент, что мы имеем и что, возможно, будет в перспективе. Турнирный шлем штурмовика будет повышать защиту головы на 40%. Защита убитая, сразу говорю. В общем, он вам не нужен, если у вас, во-первых, есть магма-шлем, во-вторых, если вы покупали шлем на Хэллоуин, и, в-третьих, если у вас есть хотя бы жуткая маска. Жуткая маска повышает защиту головы на 45%. Эффект защиты от слеп примерно такой же. Вообще, по шлемам для всех классов одна и та же, в принципе, ситуация. Даже в перспективе улучшенные шлемы с повышенной защитой головы на 40%, эти шлемаки не актуальны. За исключением того момента, что я говорил уже, у вас нет магма-шлема, у вас нет Хэллоуин-шлема, у вас нет хотя бы жуткой маски. Вот такие вот дела. Турнирные перчатки не актуальны ни для одного класса, кроме снайпера. В перспективе турнирные перчатки будут увеличивать точность на 15%. Сейчас это 10%. Но и без меня останется повышение скорости смены оружия на 20%. Снайпер играет на RM 2.0 в основном с болтовкой. Дело в том, что болт это такое оружие, если это, конечно, не кракен, которое сейчас очень часто дает нокдаун, дает не ваншоты. И это очень досадно. В эти моменты очень важно быстро сменить оружие. 20% у нас есть повышение смены оружия. И, конечно же, увеличение точности на 15% сыграет свою роль. Выцеливать что-то, прицеливаться времени не будет, если вы даете нокдаун. Да в последнее время вам в ответку пролетает контратака просто на раз-два. Даешь не ваншот, падает, достаешь пистолет, стреляешь с бедра. Для того, чтобы успешно сделать это, вам нужна увеличенная точность на 15%, как это в перспективе будет на турнирных перчатках, и скорость смены оружия на 20% в перчатках для снайпера. Турнирные перчатки для снайпера я лично считаю, что это самое, что ни на есть, необходимое. Турнирные ботинки в перспективе будут повышать скорость рывка на 10%, увеличат длительность рывка на 50%, и будут задерживать срабатывание противопехотных мин на 3 секунды. Актуальны? В том случае, если вы будете играть с шлемом, который не видит мин. То есть, если вы не играете в Хэллоуинд-шлеме, наверное, эти ботинки будут для вас актуальны. Если играете в магма-шлемах, то такие ботинки турнирные к вам пригодятся. Турнирный жилет. Очков брони в перспективе будет 110, ну и остальное остается без изменения. Повышение защиты от взрывчатки на 40%, и снижение урона за попадание на 10 единиц. Но дело в том, что даже сейчас турнирный бронежилет, это, наверное, один из лучших вариантов для снайпера, за исключением того момента, что у вас нет новогоднего бронежилета навсегда. Не знаю, сейчас варбакс одевать-то некуда, можно было бы и закупиться. В общем, если нет наградного бронежилета, если нет новогоднего бронежилета, то турнирный жилет это лучший выбор для снайпера, потому как ни один из броников из поставок, из тех, что есть на постоянке в игровом магазине, хотя, я не знаю, там вряд ли что-то вообще есть годное, ни один из этих броников не обеспечит вам такую защиту, как турнирный бронежилет. Вот такой вот парадокс. В итоге, хотелось бы сказать, что турнирному шмоту есть альтернатива в игре, вполне можно обойтись и без турнирного шмота. Турнирные шлемы вам пригодятся только в том случае, если нет магмы, и вы не готовы тратить время на открытие магма шлемов, и вы не закупались Хэллоуин шлемами. Турнирные перчатки даже сейчас актуальны, но конкретно для класса снайпера. Если вы не играете снайпером, то можете не париться насчет турнирных перчаток, они вам, в принципе-то, и не нужны. Турнирные ботинки. Почему бы и нет? Но если у вас есть шлем Хэллоуин, и если у вас есть ботинки Атлас, то турнирные боты вам, в принципе, ни к чему, потому что шлем Хэллоуин прекрасно видит все мины, а ботинки Атлас являются самыми быстрыми в игре на данный момент. Турнирный жилет интересен будет также только снайперу, и за исключением того случая, если у вас нет новогоднего броника, не закупались им на год вперед, и нет у вас наградного бронежилета. Короче говоря, много очень условностей, если, 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 еще раз. Видео, пожалуй, для тех, кто затрудняется с тем, попробовать нафармить 60 этих побед, либо стоит ли тратить деньги для того, чтобы покупать какие-то отдельные шмотки. Надеюсь, среди этой болтологии вы нашли для себя какую-то полезную инфу, нашли какие-то ответы на свои вопросы. Если есть необходимость, то я сделаю отдельные видео по каждому классу. Какие шмотки сейчас актуальны на RM 2.0, с учетом уже того, что будет в перспективе улучшено турнирное снаряжение. Если вам это интересно, то оставляйте комменты и оценивайте, конечно, видос. Ну а на этом у меня все. Всем приятной игрой. Если кто-то фармит, то изи побед вам. До следующих видосов и трансляций. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok